Вы даже не подозреваете, поскольку главное поэтическое имя есть в вашей жизни постоянно. Конечно, это Александр Сергеевич Пушкин, и сегодня такой пушкинский вечер, он музыкально-поэтический вечер. И Пушкин нас окружает всегда. Он присутствует незеримо рядом с нами, и слышим мы его речь, может быть, не часто, но хотим научиться у Пушкина многому, может быть, даже не осознавая этого. Но вот стоит мне начать мою пушкинскую фразу «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Служение мус не терпится и ты, Дела давно минувших дней, Британия старины глубокой. Любви все возрасты покорно. Ну, я могу этот список продолжать бесконечно. Очень многое стихотворение начинается с выстремения «Я». Я помню чуть-чуть мгновенье. Я вас любил, и так далее, и так далее. Но так как Пушкин воспел и любовь, и дружбу, и все сезоны, мне кажется, природы, помните, роняет лес багряный свой упор. Какая красивая строчка, просит. Ну, а русская зима просто искрится в его восхитительной строчке. Мороз и солнце, день чудесный, так и бодрит. В общем, Пушкин незримо с нами. И очень интересно его перечитывать в разном возрасте. Вот в 16 лет прочитать Евгения Онегина, и, наверное, не все понять, а вот в 40 лет прочитать, это будет совсем другой Пушкин. Но, не знаю, согласитесь вы или нет, он какой-то всегда очень мудрый. И меня приводят в восторг не только его политические строчки, но и его просто цитаты. И с прозой. У них не обязательно должна быть рифма. Вот, например, как он сказал, отказаться от риска, значит, отказаться от творчества. И вот в этих стенах, вот эта строчка звучит, по-моему, очень даже актуально. Еще он прекрасно сказал про любовь. Любовь – это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле. Браво! Все женщины прелесты, а красоту им придает любовь мужчин. Я могу долго цитировать, но давайте все-таки вспомним, что нынешний календарь, календарь 2024 года, подарил нам красивый юбилей. Он не круглый, не золотой, но все-таки 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, как его привыкли называть, «солнце русской поэзии», ведь совершенно справедливо, это тот изумрудный юбилей, потому что Пушкину можно восторгаться не только юбилейные даты, ежечасно, ежеминутно, потому что это Пушкин. И как он мог охарактеризовать, как метко, как точно, как красиво, как поэтично, мог охарактеризовать все, например, любимую поэзию, он представлял, как союз волшебных звуков, чувств и дум. Лучше не скажешь. Ну а волшебные звуки его поэзии очень волнуют мускантов. И вот уже два века. Два века композиторы, исполнители, напитавшись в поэзии великонятным слогом Александра Сергеевича Пушкина, чувствуют такой невероятный прилив вдохновения. Вы знаете, опера «Упиковая дама», вернее, поэма «Упиковая дама», повесть, вернее, Пушкин писал целый год. А Чайковский свою оперу «Упиковая дама», одной из последних, всего 41 день. Это как же надо почувствовать Пушкина, чтобы вот так легко и изящно за 41 день, чуть больше месяца, написать шедевр, оперный шедевр. Жалко, что Пушкин не слышал при жизни опер на свои тексты. Ну, естественно, сначала родилась поэзия, а потом музыка. И вот только спустя пять лет после его гибели мир услышал сказку Руслан и Людмила, как он говорил про это свое творение, «Мое игривое творение». Там он прямо с аппаратюра начинается, музыкальный фейерверк. Спустя 44 года после написания Бориса Годунова, Мусорский создал великолепную историческую драму «Борис Годунов». Спустя полвека Чайковский подарил мироперный шедевр Евгений Онегин. Кстати, Пушкин целые семь лет работал над своими лирическими сценами. Чайковский вдохновился и написал одну из лучших мировых опер, просто бриллиант в оперной мировой короне опер Евгений Онегин. И, конечно, когда встречаются в творчестве два гения, Пушкин и Чайковский, Пушкин и Мусорский, Пушкин и Глинка рождаются сто процентов на шедевре. Правда, есть композиторы не столь известны, Цезарь Кьюи. Он написал даже целых две оперы «Капитанская дочка» и «Пир во время чумы». Ну а Сергей Васильевич Рахманинов молодой, его не было еще двадцати. Восемнадцатилетний Рахманинов своей дипломной работой по композиции представил великолепную оперу Олегу по Пушкину. И можно приводить еще много примеров вот такого вдохновенного притворения пушкинского дара, притворения, для которого погода было всего семь нот, но и десяти семь нот абсолютно волшебны. Петь нотных строчек и море любви. Любви влюбленности в пушкинский слонг. Наверное, сейчас надо не словари современного русского языка издавать, а переиздавать Пушкина. Пушкин это на все времена и это на всю жизнь. Восторг вот я никогда бы перечитывал Шекспира и поражался. Полтысячелетия назад сочинено, а как будто сегодня и Пушкин. Пушкин на все времена. Интересно, что на Западе оперы на пушкинские тексты стали переделывать в балеты. Не верите? В Париже идет балет «Пиковая дама», а в Лондоне в театре «Ковенгарден» идет балет Евгения Некина. «Пушкин» дерзто, а где тут Пушкин? А где его волшебный слуг? И еще я хочу сказать о том, что в жизни некоторых известных композиторов Именно Пушкин стал самым главным поэтом, самым первым поэтом. Мы сегодняшнюю встречу начнем с музыки Георгия Васильевича Сверидова. Он вошел в музыкальный мир 19-летним юношей, создав шесть романцев на пушкинские тексты. И эти шесть романцев показались такими талантливыми, такими удачными, что даже еще не обучаясь в консерватории, студенты, вокалисты уже пели его романс. Поэтому, когда автор туда пришел учиться, он уже слышал свою музыку, потрясающий исторический факт. Но Сверидов любовь к Пушкину пронес через всю жизнь. Потом он написал ораторию «Декабристы» в середине 60-х музыкальные иллюстрации «Повести Пушкина метель» и к 180-летнему юбилею поэта в конце 70-х великолепный хоровой концерт «Пушкинский венок». «Пушкинский венок», «Венец» — это уже овации Георгия Васильевича Сверидова к Пушкину. Это великолепный цикл из десяти фрагментов. Сегодня прозвучит два. Это зимнее утро, то самое мороз и солнце, в котором словно радуга, слепительная радуга, солнечная. Как будто обнимаются два гения. И второй фрагмент совершенно другой. Нежная, поленная, любимая, Наташа. Мне бы хотелось немного рассказать о сегодняшнем вечере, буквально двух словах. Сегодня я не буду больше комментировать звучание, музыки. Сегодня мы предоставляем ей слово. Но оживлит поэзия Пушкина в самом чистом виде. Замечательные студенты нашего театрального института прочитают его стихи. Прочитают с той самой температурой, которую ощущал сам Александр Сергеевич Пушкин. Надеюсь, у нас все получится. Это будет цельная музыкально-политическая композиция. И пусть искусство, неважно, музыкальное, практическое искусство, Пусть она сегодня в этом зале чувствует себя очень комфортно. Мы будем очень благодарны вам за аплодисменты. Во время, после звучания музыки, после звучания стихов. Потому что он будет чувствовать, что вы с нами и с нашим Пушкиным. Поэтому я предоставляю слово музыке. Но чтобы она прозвучала, давайте пригласим вас в сцену исполнителей. Я приглашаю вас в сцену академических хор студентов и выпускников Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Наши замечательные друзья, первый супертик. Мы сейчас хотели пригласиться к Юшкину, потому что музыкальный полководец Ефимова Павлович Ромниковская вот эту идею посеяла, и мы очень так дружно взялись за ее воплощение, потому что это Пушкин. Вы знаете, где-то я неделю-две назад вела разговор о Вашем университете, в педагогическом, и спросила молодую аудиторию о день рождения Пушкина. Вы знаете, мне никто не ответил. Я уже растерялась, потому что для нас, вот в нашей молодости, 6 июня – это святая дата. 6 июня – день рождения Пушкина. Ну что ж, наши артисты на сцене. Нам будут помогать сегодня группа ударных. Я потом представлю в конце всех. Ну а без дирижера у нас ничего не получится. Я приглашаю на сцену почетного работника общеобразования России, лауреата губернаторской премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, лауреата премии «Васлава Екатеринбурга» Светлану Долниковскую. Наша композиция называется «Приношение гения». И я сейчас зачитаю в том порядке, в котором прозвучат музыкальные фрагменты, и они будут перемежаться чтением стихов Пушкина. Георгий Сверидов. Два фрагмента из хорового концерта «Пушкинский венок». «Зимнее утро» и «Наташа». Александр Торгомышский. Пью за здравие Мэри из цикла «Петербургские сиренары». Далее прозвучит хор девушек из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Потом мужская группа сменит эстафету и, например, на смену женской. И мужская группа исполнит хор Чайковского «Что смолкнул веселье глаз». Ну и, наконец, триптих из музыкальных иллюстраций Сверидова «Товести Пушкина метель». Это вальс, романс и тройка будет венчать нашу программу. Итак, на сцене академический хор студентов-выпускников Уральского федерального университета. Дирижер Светлана Антолниковская. И мы начинаем.